Всем привет! С вами снова держатель микрофона Максим Исаенко. Я в клубе Гамбит, где проходит ставший уже традиционным Блиц-турнир по шахматам памяти Валерия Александровича Щетинина. Сейчас посмотрим, как проходят шахматные баталии, ну и пообщаемся с участниками. И вот по традиции рядом со мной главный судья соревнований Виктор Никонов. Виктор Михайлович, мы правильно сейчас на параде открытия сказали, что время летит быстротечно. Вот уже третий турнир памяти Валерия Александровича. Когда-то казалось, что без него шахматная жизнь вообще не представлялась в Полевском. Ну это действительно так. Мне пришлось подхватить эстафетную палочку. Не все сразу получалось. Но удалось возродить все турниры, которые Валерий Александрович когда-то проводил. Потом они как бы отсутствовали. Мы их возродили все. Ну и сегодняшний турнир, конечно, он новый турнир, потому что он памяти Валерия Александровича. Ну не случайно и Блиц, да? Да, Валерий Александрович был очень знатный Блицор. То есть он любил шахматы, любил играть Блиц. Поэтому мы в его память решили сегодня провести турнир, то есть мемориал, который состоит из двух турниров. Это мужчины, старшие юноши и младшие, будем говорить, ветераны по пять минут. Остальные это мальчики, девочки, младшие юноши и ветераны по десять минут. Всего, в общем, я планировал немножко больше сорока, но по разным причинам 38 человек, что тоже неплохо. Что тоже неплохо. Вот рядом со мной участник сегодняшнего турнира Федор Фарненков. Федор, недавно только дембельнулся и первый твой турнир после возвращения на армию. Да, это мой первый турнир, тем более такой знаменательный, такой крупный, очень приятный участок. Не растерял навыки? Ну, сейчас посмотрим, только первый тур прошел. К счастью, выиграл, но пока рано делать его. Руки помнят, да? Да. Старых соперников, наверное, друзей встретил, как эмоции. Конечно, конечно. Всех знаем. Много лет вместе играем, город небольшой. И вот еще один участник сегодняшнего турнира Александр Фарненков. Александр Алексеевич, у вас целая династия сегодня выступает? Ну, не совсем династия. Выступаем мы с внуком, сына нету, который тоже играет довольно неплохо в шахматы. Составил бы сегодня конкуренцию? Победителем не стал бы, но конкуренцию большинству составил бы. 50% точно очков набрал бы. Часто вообще с сыном, с внуком дома играете? Нет, ну, с сыном, с внуком не играем. В арте какие-то разбираем, смотрим вместе, а чтобы между собой соперничать, это уже давно не играем. Ну, сегодня есть вероятность, что пересечетесь? Вероятность есть, вероятность процентов 60, потому что у нас 18 человек в этом турнире играют, 11 туров, то есть вероятность довольно большая. Состав хороший сегодня соперников? Да, состав довольно сильный, но у них, вот, добавить здесь Диму Андрюкову, Женю Аспенникову, остальные практически все сильнейшие участвуют в турнире. Фаворитов, наверное, трудно назвать, до последнего тура, наверное, борьба будет идти. А, ну, ну да, вот фаворитов. Человек пять есть, которые претендуют на первое место, а кто, пока неизвестно. Вот еще у Руслана нету чемпиона города Эхмеджанова сегодня. В отсутствии фаворитов борьба? Нет, фавориты у нас человек пять приблизительно одного уровня, поэтому, вот, Блиц, допустим, Ващенко получше играть, Жильцов, любой может, вот, кто выиграет, неизвестно. В Блице, да, тем более время, секунды какие-то могут подвести? Да, где-то секунды подвели, где-то. Случайно не на ту клеточку поставил, бывают в Блице всякие ошибки, бывают, ну, просто на время не успел вовремя посмотреть. Так что вероятность случайного результата существует, но все равно побеждают сильнейшие. На этом пока все, не забывайте подписываться на канал Держатель Микрофона в Ютубе, Яндекс.Дзене и во всех социальных сетях. Занимайтесь спортом, друзья, и до новых встреч. И, кстати, мат.